Славянцы уже привыкли к тому, что перед днем района в Северном парке города буквально за одну ночь вырастает настоящий казачий хутор с домами и колодцами, харчевнями и подворьями. Все это волшебство – дело рук работников домов культуры и библиотек, музеев всех 15 поселений Славянского района. И каждый год поселения придумывают все новые и новые объекты для своих подворьей, но при этом ни на шаг не отступают от традиций предков. Если вы не успели посетить Курений в этом году, предлагаем прогуляться по ним вместе с нами. Начинать свою экскурсию по этнографическому музею под открытым небом обязательно рекомендуется с пробы пирожков. Причём продегустировать их лучше всего в 15 гуренях. У каждого здесь свои рецепты, свои особенности, которыми рачительные хозяйки делиться не спешат. Ведь среди них идёт негласная конкуренция за право считаться производителями самых вкусных пирожков. Когда первый голод утолён, можно начать детально осматривать сами подворья, созданные с любовью. К убранству своих дворов поселения подходят очень тщательно. Готовятся задолго до сентября, ведь создать эту красоту за один день не получится. Каждый год мы что-то хотим новое внести, такого не повторяться. Каждый год какая-то новинка. В этом году, может, заметили на фоне там у нас венки. В мае месяце в 6 утра поехали девчонки, нажали этих снопов, сушили, всё отдельно слаживали, потом плели вот такие венки. Потом посмотрели, вот надо нам какую-то мебель, чтобы люди фотографировались, интерьер какой-то был. И вот сделали ткацкие станки, сами наткали дорожек. Ручной работы все подушки, вышитые лентами. Изготовлены тыквы под натуральную величину и такие, ну, всё, стараемся каждый год что-то новое, какую-то новинку внести. Хотя традиционно наш курень называется хата пекаря. Всё это – одна большая фотозона. За несколько дней работы куреней здесь делаются тысячи фотографий. Но главное, что только здесь можно приобщиться к живой истории. Чтобы не забывали традиции кубанские, быт наш кубанский, чтобы помнили это всё. Даже кубанскую балачку. Стараемся экскурсии проводить на кубанской балачке, чтобы это всё дети понимали, помнили. И посетители куреней ценят всё то, что делается для них. Первый раз, вот, и мне на этот год очень запомнилось много чего. Тут очень красиво, всем советую приезжать. Очень. Я даже ещё раз приеду. Я никогда не бываю в городе. Думаю, ну, ладно, а потом на потом. Вот сейчас поняла, что такая красота. Каждый год ходим, заходим с внучками сюда обязательно, потому что им нравится. А нам тем более вспоминаем. Я же тоже рождён из деревни же, то я знаю это дело. То я только вспоминаю своё же. А им интересно. Люди вспоминают, знать будут, что предки наши, как гуляли, как жили же. Это я для этого приветствую. Для поселений района Курени это не только экскурс в историю, но и возможность рассказать о своих населённых пунктах, их достопримечательностях. У нас самое ценное – это пищевая ракушка. Её вся страна наша заготавливает, возят от нас. А фотографии, вот, Владимир Леонидович Исаулко сделал, замечательные, под ракурсом таким необычным. Мы на всех поселенческих мероприятиях выносим их и все любуются нашими красотами, нашим черепашьим карьером. А ещё в Забойском Курене можно было не только услышать, но и самому сыграть песнь молота по наковальне. Я представляю кузницу, потому что сам реально кузнец. Я к деткам, приходят, я им рассказываю, что, представьте, что, вот, сейчас я им расскажу. Сейчас как раз будет, что, внимание, в стародавние времена, вы, в принципе, казаки, да, вы представляете, откуда берутся сабли, шашки, кинжалы? Их кто делает? Кузнец. С кузницы всё начиналось. Пойдёмте, я вам кое-что покажу. Послушайте, как поёт он. Каждое поселение района традиционно специализируется на выращивании определённых овощей. Самая большая и старейшая станица района, Петровская, это флагман в выращивании болгарского перца. Сильна Петровская корнями и двухсотлетней историей. Своё место, в которое нашли герои войны и хлеборобы. Сильные руководители и талантливые, одарённые люди. О своей истории петровчане могут рассказывать бесконечно. В 1907 году было переселение на земли Вейского отдела. Были переселены 300 семей петровчан. И они там основали хутор весёлый. Но они недолго были весёлыми. Они же петровчане. Они назвали свой хутор, перенавали свой хутор в станицу. Как вы думаете, какую? Петровская. Петровская. Да, и в настоящее время существует дочерняя станица. То есть мы можем похвалиться, что у нас есть дочерняя станица. Стоица на Петровской, Павловского района. Своей малой родиной гордятся во всех поселениях. К такому выводу можно было прийти, послушав экскурсоводов, радушно встречавших каждого гостя кореня. Причём эту экскурсию не мог прервать даже начинающийся дождь. Колхоз Кубань, который очень долгое время был в числе первых, был очень выдающимся колхозом, где были, жили, ну, наверное, живут люди, которые любят свою землю, которые делают для неё всё возможное и невозможное, любят свой край. И, конечно, они всегда готовы стать и на защиту, и за честь хутора всегда постоять. Вот такие у нас живут в нашем поселении люди. Примерно такие мысли посещали всех, кто заходил в курень черноярковского поселения. Гидротехническое сооружение поражало своими масштабами и наполнением. Сложная система, чтобы рыбка не умирала, долго жила, кислород. В общей сложности в этом водоёме плавало около 200 килограммов рыбы – карпов, толстолобов, самов и щук. Тут же, по идее директора Дома культуры Черноярковской, сложена небольшая коптильня для рыбы. Как и всё в куренях, самое, что ни на есть, настоящее. Всегда открыта для гостей и богатая хата с множеством вышивок и кружев. О перинах детям рассказывала. Все считают, что из пуха были. Но в некоторых семьях очень бедных. Были перины из куницы. Знаете, такие штучки на камыше толстенькие. И вот их разминали-разминали, набивали перину. Они очень тяжёлые были. Но наша перина из пуха. У нас очень богатый дом. А вот в Коржевском курене, в казачьей хате, была прописана целая кукольная семья. Причём куклы эти уже реликвия поселения. Эти кукол сделала мастерица, жительница нашего хутора, коренная жительница нашего хутора, Вера Михайловна Баклаженко. К сожалению, мастера уже нет. Но куклы и её произведения, её творения до сих пор с нами. Куклам ровно 50 лет. Это Папье-Маше и ещё вот наша старая газета «Крестер» и труд мастерицы, её любовь. С любовью в этом музее под открытым небом было сделано всё. Ведь основная его задача – донести до подрастающего поколения живую память о быте наших предков. Дать прикоснуться к тому, что ещё несколько десятилетий назад было обыденностью, а сегодня стало музейными экспонатами. Ведь казачество живо своими традициями. Забывать корни никак нельзя. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».